Девушки отдыхают Трудно быть богом. Игра откровенно слабая. Единственное её достоинство — более-менее сносный сюжет и неотягощённый лишними подробностями геймплей. Stranger. Возможно, игра не будет тягаться с Warcraft 3 по части увлекательности, но в визуальной привлекательности ей не откажешь. Blackside Area 51. Игра получилась далеко не такой, как о её ждании. Всех интриговали инопланетяне, а в итоге мы получили самый обычный шутер. Алоха! Братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Студия Fireglow давнишний игрок в сегменте реал-тайм-стратегий. Эти ребята стоят за всеми частями противостояния. Но, видимо, заниматься одними танками им надоело, и они решили попробовать себя в другой эпохе. В результате такого разворота появилась игра Stranger, о которой мы расскажем прямо сейчас. Игра, похожа на Warcraft 3 и Regan of House, настолько, насколько это вообще возможно. Сюжет, по заверениям создателей, изобилует неожиданными поворотами и всевозможными интригами. А в финале затаился немаленьких размеров сюрприз. Ну, чем не Warcraft? На деле же, пока вы дойдете до основной интриги, придется круто попотеть над рутинными заботами среднестатистического героя. Одним словом, если вы с увлечением играли в Warcraft, или хотя бы в достопамятные Аллоды, Stranger придется вам по вкусу. Системные требования игры таковы. Pentium 4, 2 ГГц, 512 МБ оперативки, 128 МБ видео и 5 ГБ на винчестере. База строительства и ресурсы собирательства осуществляются по классической схеме с использованием классических юнитов в антураже классического же Фэнтени. С одной лишь разницей. На классические расы, люди, орки, эльфы, здесь нет даже намека. Главная фишка Stranger – двухэтажные карты. Подземелья используются не только для блиц-вылазок в тыл врага, но и для нормального развития базы. Наша оценка геймплея – 4 балла. Визуально Stranger добротен, но звезд неба не хватает. Необходимое и достаточное. Вот каким принципом руководствовались авторы при создании игры. Куцы и шейдеры, блеклые спецэффекты и ни одного намека на Next Gen технологии. Видимо, сказалось то, что игра находилась в разработке почти три года. Наша оценка графического оформления – 4 балла. Основной же позитив звукового ряда заключается во всё той же консервативности. Оглушать и поражать вас своим звучанием Stranger не сможет. А вот вызвать ностальгические нотки вполне способен. Наша оценка звукового сопровождения – 3 балла. Возможно, Stranger не будет тягаться с WorldCraft 3 по части увлекательности, но в визуальной привлекательности ей не откажешь. Наша общая оценка игры – 4 балла. При первом же взгляде на игру становится понятно, что это плоть от плоти клон третьего Варкрафта. Безусловно, качественный проект, возможно, не столь увлекательный, как его духовный наставник, но ничем не уступающий в плане визуализации. Хорошо это или плохо – решать вам. На наш же взгляд, если копия почти ничем не уступает оригиналу, то почему бы и нет? В конце концов, авторы Stranger не претендуют на славу Близзарда и не позиционируют свою игру как убийцу жанра. А теперь наши ответы на ваши вопросы и советы по игре. Первый вопрос. Какие заклинания, помимо базовых, доступны моему герою? Отвечаем. По достижению пятого уровня ваш герой получает дотум с заклинанием смешанных цветов. Для того, чтобы пользоваться ими, вам необходимо смешать кристаллы разных цветов в определенной пропорции, которые можно посмотреть в описании заклинаний. Следующий вопрос. Как мне определить, что за специфика магического поля, который окружает моего персонажа? Отмечаем. Откройте закладку Спелс. Наведите курсор на интересующее вас заклинание. Там выяснится подробное его описание. Помимо этого, там будет отображен текущий статус этого заклинания. Следующий вопрос. Я столкнулся с такой проблемой. Мой герой обучен заклинаниям, имеет все необходимые реагенты, но почему-то не может использовать этот карст в бою. В чем проблема? Отвечаем. Магическое поле вашего героя подавлено внешними магическими воздействиями. Это может быть либо специфика области, в которой вы сейчас находитесь, либо действия кристаллов ваших врагов. Попытайтесь изменить пропорцию кристаллов в вашем заклинании. Это время от времени может способствовать успеху. Продолжение шутера Area 51. Пришельцы снова вырвались с территории секретной военной базы. События, впрочем, выплеснули за пределы правительственного объекта. Мы посещаем и пустыни, и небольшие города, которые окружают таинственную базу. Сами авторы уверены, что Black Side Area 51 — это собранные в одном флаконе передовые технологии, отличный дизайн локаций и захватывающий сюжет, которые вместе создают уникальную игровую вселенную. Одна из ключевых особенностей игры — разрушаемое окружение, которое к тому же принимает новые формы. В последние годы народилась новая категория игр — хорошие, но бесцветные блокбастеры. Это игры, сделанные профессионалами своего дела, но не теми, что выставляются в палате мервисов, а теми, кто воспринимает свое занятие и место в истории предельно цинично. Black Side Area 51 сделана как раз такими людьми. В первой серии все это тоже чувствовалось, но в Black Side этим термином США обозначают засекреченные объекты, существование которых не признается правительством. Все это чувствуется намного сильнее. Вторая часть презентует нам нового героя — Аарона Пирса. Как и Итан Коул, протагонист первой части, он тоже служит спецназе. В составе контингента чистильщиков его направляют в штат Невада, в маленький городок Рэчел, где буйствуют монстры, расползшиеся по окрестностям с территории зоны 51. Рекомендуемые системные требования. Процессор Core 2 Duo или аналогичный от AMD. 2 гигабайта оперативной памяти и 512 мегабайт видео с поддержкой пиксель-шейдеров 3.0, а также 15 гигабайт на жестком диске. По механике геймплея игра похожа на Галу 2. Удар прикладом, самовосстанавливающийся здоровье — всё при делах. Явное отличие только одно. Если в Галу 2 за нами иногда таскались товарищи по оружию, но внимания к себе не требовали, то здесь ими нужно управлять. Ещё в Мидвей уверяют, что солдаты способны оценивать наши действия. Если вы ломитесь вперёд, они тоже постараются не отставать. Если же вы прячетесь за их спинами, то и подчинённые особого рвения проявлять не будут. А на деле, в последнем случае, они просто изрядно тормозят. Два балла за геймплей. С графикой также не всё в порядке. Ничего сверх выдающегося. Просто неплохая реализация современной игры на таком же движке. Немного раздражает блюр при движении. Враги выглядят просто уродливо. Причём не по задумке художников. Вдобавок, разработчики практически не оставили нам настроек графики, и даже главное меню глючит. Три балла за внешний вид. Про звук ничего лестного сказать никак не можем. К сожалению, нельзя даже не заметить его низкого качества. Озвучка персонажей сделана очень бездушно. Наша оценка звукового сопровождения — два балла. Игра получилась далеко не такой, какой её ждали. Всех интриговали инопланетяне. В итоге мы получили самый обычный шутер. Но в любом случае вы сами можете попробовать поиграть в это. Никто не запрещает. Наша общая оценка игры — всего два балла. BlackSide Area 51 — это такой типа современный шутер на модном движке. Но разрабы не вложили ни капли своей души в этот продукт. Поэтому для большинства эта игра покажется неинтересной уже с первых минут. Получился стандартный проходной шутер. Однако есть и такие игроки, которым эта игра вполне нравится, и они играют в неё с удовольствием. Если вы относите себя к таковым, тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Подскажите, есть ли в игре мультиплеер? Отвечаем. К сожалению, в этой игре мультиплеера нет. Следующий вопрос. Помогите мне с управлением. Очень хочется поиграть в игру, но ничего не могу сделать. Чувак смотрит вверх и только крутится вокруг себя. Отвечаем. Это однозначно проблема с подключённым геймпадом. Даже если игра его не видит, всё равно его надо отключить от компа. Следующий вопрос. Как мне поставить разрешение 800 на 600? Отвечаем. Никак. В меню игры такое разрешение поставить нельзя. Даже если его прописать в файлах настройки игры, всё равно на игру это никак не повлияет. Следующий вопрос. Подскажите, какие команды можно отдавать своим напарникам? Отвечаем. Напарников можно натравить на врага, послать в двери, чтобы они туда ворвались, и просто куда-нибудь послать. Следующий вопрос. Как зайти в настройки во время игры? Когда я нажимаю Escape, мне предлагают выйти из игры или вернуться обратно. Отвечаем. Всё так и есть. Это просто меню паузы, и ничего больше сделать будет нельзя. Смотрите во второй части программы. Juice 2 Hot Import Night. Добротные гонки, отличная графика, вполне разнообразный геймплей. Но в свете насыщенности рынка автосимуляторов, Juice 2 выглядит обычным сиквелом. Трудно быть богом. Игра откровенно слабая. Единственное её достоинство — более-менее сносный сюжет и неотягощённый лишними подробностями геймплей. Смотрите во второй части программы. Трудно быть богом. Игра откровенно слабая. Единственное её достоинство — более-менее сносный сюжет и неотягощённый лишними подробностями геймплей. Juice 2 Hot Import Night. Добротные гонки, отличная графика, вполне разнообразный геймплей. Но в свете насыщенности рынка автосимуляторов, Juice 2 выглядит обычным сиквелом. Первые упоминания об игре «Трудно быть богом» по знаменитому роману «Братьев Стругацких» появились ещё в самом начале 2005 года. Прошло два года, и новоиспечённая РПГ появилась на прилавках магазинов. Главная интрига игры «Трудно быть богом» — конечно же, сюжет. Разработчики взяли на себя ответственность продолжить события одноимённой книги. О том, что из этого вышло, прямо сейчас. Прошло около двух лет того памятного момента, когда Румато собственными руками восстановил справедливость, устроив в Арканаре форменную варфламеевскую ночь. Результатом этой самой справедливости стала гражданская война. Земляне в лице Института экспериментальной истории пытаются повлиять на ход событий, но и у них не всё гладко. Бывшее идеальное общество раскололось на два лагеря. Одни хотят, чтобы Институт занимался своими делами, и всё так же следовал политике невмешательства. А другие рвутся установить на планете Цуринака порядок, применив для этого весь арсенал земного хай-тека и превратившись в самых настоящих местных богов. Империя проливов тоже не дремлет и засылает в Арканар своего шпиона. Как вы правильно догадались, это как раз и есть наш с вами главный герой. Цели у него просты и безыскусны. Надо всего лишь убить Арату Красивого и выяснить, кем был Руматоисторский. В «Трудно быть богом» нас ждёт порядка двух десятков карт, каждый из которых предложит знакомые по книге локации. Да-да, будет вам и икающий лес, и сам Арканар, огромный город, обход которого займёт не менее получаса. Перемещаться по миру нам придётся как на своих двоих, так и на лошади. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жёстком диске РПГ «Трудно быть богом» займёт 2 ГБ. Геймплей игры прежде всего прямолинейен до безобразия. Даже в разговорах с NPC вам не дадут больше двух вариантов ответа. Что касается сражений, то тут закликать врага мышкой не получится. Придётся воспользоваться рядом специальных приёмов и не забывать о лечебных зельях. Прокачка умений проходит гладко и закономерно, так что вам даже не придётся задумываться о распределении очков опыта. Четвёрка за геймплей. Внешне игра выглядит довольно вяло. Даже несмотря на внушительные требования к системе, она очень медлительно и неповоротлива. Особенно это ощущается при сохранении. Локации наводят тоску и грусть. Деревни похожи друг на друга, а крепости и вовсе оклеены одной и той же текстурой. Подкачала и работа камеры. Управлять героем и наблюдать за ним откровенно неудобно. Двойка за внешний вид. Озвучена игра довольно качественно и даже скрупулёзно. Каждый NPC имеет собственный голос, а музыка наверняка порадует всех поклонников РПГ. Четыре балла за звук. Трудно быть богом, игра откровенно слабая. Единственное её достоинство более-менее сносный сюжет и неотягощённый лишних подробностей. Но на фоне завышенных системных требований и большого количества лагов всё это не имеет никакого значения. Ждём патчей. А пока трудно быть богом получает тройку. Люди, работавшие на трудно быть богом, когда-то выпустили обе части Златогорья. И то, что они сделали на этот раз, безусловно, заметная эволюция жанра русская народная РПГ. Но до мировых аналогов ещё очень и очень далеко. Тем не менее, поклонники у жанра есть и вопросы по игре нам периодически приходят. Прямо сейчас мы дадим ответы на самые частые из них. Вопрос. Сможет ли лошадь принимать участие в драках? Ответ. Лошадь — полноценный участник любой дуэли. В игре реализованы все особенности классического рыцарского боя. Если ваши противники стоят на своих двоих, остановитесь и, не слезая с лошади, угостите их парочкой мощных комбоударов. Вопрос. Никак не могу войти в деревню. Что делать? Ответ. Некоторые поселения огорожены шлагбаумами, пройти за которыми можно только пешком. Попробуйте слезть с лошади, и у вас всё получится. Вопрос. Я до зубов вооружился всевозможными бластерами и прочим современным оружием. Но оно не работает. Что делать? Ответ. Земной хай-тек будет функционировать далеко не везде, а лишь в тех местах, где установлены специальные ретрансляторы энергии. Так что иногда придётся по старинке биться на мячах. В далёкой заморской стране, где в части зелёные президенты и мощное авто, есть особый вид развлечения, неизменными атрибутами которого являются железные кони и полуголые девицы. Да-да, речь идёт о так называемых шоу-даунах. Для того, чтобы поближе познакомиться с этим явлением, вы можете поиграть в Need for Speed Pro Street, обзор, который мы давали в прошлом выпуске. Но есть и альтернативы. Например, Juice 2 Hot Import Nights. К чему приводит такое богатство выбора, вы узнаете через минуту. Сиквел аркадных гонок Juice 2 предлагает самую полную систему тюнингования автомобилей, множество режимов гонок и драйвовый геймплей. Особенная гордость разработчиков — проработанная физика. На поворотах и при включении нитро машина ведёт себя так же, как её реальный прототип. Разработчики говорят так же о прототипах настоящих автомобилей и настоящем тюнинге, включающем цифровое сканирование 90 машин и более 350 деталей. Ну и, конечно, никуда не делась фирменная черта серии — обилие отцифрованных моделей, диджеев и музыкантов. Гонки проходят на улицах Сан-Франциско, Лондона, Рима и Токио. Системные требования игры представляют из себя Pentium 4 — 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видео и 2 ГБ на винчестере. Игровой процесс представляет из себя множественные заезды в разных условиях и в антураже различных городов. Всё очень красиво и эффектно, но постепенно вас начинает одолевать скука. В игре нет какой-либо внятной истории всего происходящего. Мы скачем от города к городу, выигрываем награды, заработанные зелёные бумажки прилежно тратим на своего железного друга. Вот, в общем-то, и всё. Мы уже видели несколько вариаций на эту тему, и Juice 2 ничем на их фоне не выделяется. Наша оценка геймплея — 4 балла. Уже минут через десять игры создаётся чёткое впечатление, что авторы явно перемудрились с блюром. Что-то подобное мы видели в обоих андеграундах. Однако движок игры выглядит вполне современно. Разве что картинке не хватает индивидуальности. Штамп, даже если его обернуть в красивую обёртку, не перестанет являться таковым. Наша оценка графического оформления — 4 балла. А вот со звуком у Juice 2 абсолютно никаких проблем. Саундтрек подобран идеально. Трасса буквально взрывается от визга шин и ревущих моторов. 5 баллов получает Hot Import Night за звуковое сопровождение. За Juice 2 Hot Import Night немного обидно. Добротные гонки, работа над которыми заняла не один месяц. Отличная графика, вполне разнообразный геймплей, но... В свете насыщенности рынка автосимуляторов Juice 2 выглядит обычным сиквелом, покатушками, имя которым — Legion. Выйдя на на год пораньше, и была бы способна затмить собой слабую Need for Speed. Наша общая оценка игры — 4 балла. Если бы не такие титаны автогонок, как Pro Street или Test Drive Unlimited, Juice 2, безусловно, была бы обречена на успех. Но на фоне более именитых коллег она смотрится крепким середнячком. Не более того. К тому же, игра изначально была поставлена в невыгодные условия, придя к нам прямиком с консолей. Это редко когда имеет успех. Но если вы являетесь преданным поклонником автогонок и руководствуетесь принципом побольше покатушек красивых и разных, то смотрите наши ответы на ваши вопросы по ход Import Nights. Первый вопрос. Я никак не могу научиться управлять авто при ускорении. В чем специфика работы нитроускорителя в Juice 2? Отвечаем. В отличие от других игр в Juice 2 при включении нитро увеличивается не просто тяга, а соответственно и скорость автомобиля. Но и выходят на сцену всякого рода физические заморочки. Говоря простым языком, вашу машину начинает колбасить по всей дороге и бить о борта ограждений. Короче говоря, если вы не аз, то используйте нитро только напрямую. Следующий вопрос. Есть ли в игре какие-нибудь закрытые трассы или скрытые возможности? Отвечаем. В официальном релизе про это ни слова. Однако игры от THQ всегда были наполнены такого рода фишками. Ловите подсказку. Попробуйте поустанавливать рекорды на трассах и посмотрите, что из этого получится. Следующий вопрос. На что влияет все это многообразие тюнинга? Это визуализация или что-то еще? Отвечаем. Основной упор, конечно же, делается на внешний вид. Но! Определенные элементы могут влиять и на технические характеристики вашего автомобиля. Не стоит забывать, что в Juice 2 сильная физическая модель. И, естественно, это нашло свое отражение в тюнинге. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей. Это был Фак. И тот, кто нас не смотрит, тот нехороший человек. Заходите в форум на сайте musdefisttv.ru Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefisttv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok